Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Мишурин Вячеслав. Я специализирующийся на доспехах и оружии кузнец. Меня Сергей Уколов попросил рассказать немного про любарды, про их строение, про то, как новичку или человеку, который занимался в СБ, хочет практиковаться с древковым оружием, как выбрать, на что обращать внимание при подборе этого инструмента для участия в различного рода СБ соревнованиях. Поэтому я проведу определенного рода экскурс, как все это сделать. Я изобразил небольшую схему отношений длины лезвия к длине древка, весовые массогабаритные характеристики и прочие нюансы, которые помогут оптимально подобрать древковое оружие для спортсмена. Прежде всего, необходимо понимать, для чего нам нужно древковое оружие, в каких номинациях будем выступать. Как правило, алюбардер имеет несколько видов древкового оружия, это как минимум три, иногда даже четыре вида, сразу по нескольку комплектов с разными весовыми характеристиками длиной древка. Соответственно, если начинать с самых длинных вариантов вооружения, то это будет, к примеру, двухметровая алюбарда или длинный топор, у которого достаточно широкое лезвие и вес колеблется от примерно 2,6 кг до, по-моему, 3,2 кг. Прежде всего, новичку нужно понимать, что древковое оружие, оно достаточно сложно в эксплуатации и имеет ряд особенностей, которые могут осложнить его спортивную жизнь. Значит, при выборе двухметрового алюбарда, как правило, это самое длинное оружие для алюбардера, мы используем его для различного рода строевых баталий, для массовых номинаций, для фестивалей, где очень много людей участвует. И нужно держать строй, бить других людей из строя. Двухметровая алюбарда, у которой ширина лезвия должна составлять около 20 сантиметров. Вот я здесь нарисовал 20 сантиметров-2 метра. Почему именно 20 сантиметров? Потому что, если мы начинаем делать лезвие больше, длиннее, более серповидно, например, как некоторые бердыши, то у нас лезвие получается тонким, физика удара распределяется по всему лезвию в конечном итоге. И удар получается не таким акцентированным и не таким мощным, как если у нас мы возьмем оптимальную часть, на мой взгляд, оптимальную часть лезвия, это около 20 сантиметров плюс-минус, там несколько сантиметров, и весь вес алюбарда будет сосредоточен на этой части. Почему так? Почему не меньше? Чем длиннее палка, больше время подлета, алюбарды, и выше шанс промаха, потому что весь бой проходит в динамике, и чем меньше вот эта ударная часть для древкового оружия, тем выше шанс промазать или ударить палкой, что приведет к поломке оружия, например, или просто к промаху. Соответственно, я для себя лично, по своему опыту, вывел вот эту длину ударной части. Далее идут топоры примерно, ну, наверное, с мой рост, это примерно 1,7-1,6-1,80, у них, соответственно, минус 4 сантиметра, это уже 16 сантиметров ударная часть, соответственно, дальше идут топоры полуторные, это примерно около 1,3 метра. У них длина лезвия 12 сантиметров, ну и одноручные топоры около 0,7 метра в длину рукояти, это около 7-8 сантиметров ширина лезвия. Почему я все это вписал именно в волейбарду, вот именно вот этот наклон лезвия? Потому что, на мой взгляд, на мой взгляд, сейчас нарисую немного другую схему, все части доспехов, шлема, по которым мы бьем, люди, они имеют ударную поверхность, не плоскость, а округлую форму. Ну, допустим, вот эта часть шлема, часть какого-то бацинета или наплечник, может быть, что угодно. И если мы выбираем серповидное лезвие, допустим, какой-нибудь там иранский топор, то, соответственно, ударная плоскость у нас будет минимальна, допустим, в этой точке. И нормализация удара может не произойти, потому что есть шанс рикошета в ту или иную сторону. Если у нас вот это лезвие будет плоским, плоским и иметь определенный наклон к древку, то, соответственно, удар будет более нормализован, и шанс рикошета, и в целом физика удара, она пройдет более чисто и с большим КПД. Меньше погрешность на то, что удар там как-то соскользнет или срикошетит с выпуклой части доспеха. Будет более нормализованный удар. Поэтому оптимальный вариант, на мой взгляд, это топор, у которого есть какая-то стандартизированная форма, лезвие, чтобы там не париться, не выдумывать какие-то шипы, хитрые сгибы. Это будет просто топор, которого чуть поднят нос кверху, лезвие. Это небольшой наклон лезвия, не длинная борода топора, ну, то есть вот для 1,6 метра это будет примерно 16 сантиметров. Соответственно, втулка для насадки на древко и какой-то молоток, к примеру. Молотка может не быть, может быть какой-то редуцированный молоток, но не суть. Это уже на любителя, там, красота. Для чего нужен молоток? Молоток стабилизирует удар. То есть, когда делаешь, допустим, какой-то подкручивающий удар диагональный, и нужно перевести из какой-то одной траектории в другую, молоток, балансируя всю конструкцию, позволяет это делать наиболее точно и эффективно. Соответственно, если мы посмотрим на топор в разрезе, на топор в разрезе, то оптимальная форма это овал для насаживания на древко, либо прямоугольник. Ну, не сильно принципиально, но лучше всего овал, меньше напряжения будет, потому что дерево не любит острых углов. Вот, ну, допустим, возьмем овал. Возьмем овал. Стенки. Стенки топора должны быть и не слишком тонкие, и не слишком толстые. Сейчас объясню почему. И форма лезвия, это двояко вогнутая форма, так называемая, с, к примеру, с утолшением, с утолшением ближе к лезвию. К примеру, это наиболее, наиболее оптимальный вариант. Сейчас объясню почему. Так, соответственно, мы делаем какой-то молоток. Он может быть, опять же, редуцированный или развитый. К примеру, вот такая вот форма. Это форма полоксов, распространенных там, например, на 15 век. Почему вот именно так? Потому что, если мы сделаем просто двояко вогнутое лезвие или клиновидное, то у нас центр масс при ударе, он будет находиться где-то вот здесь, например, и стремится, в зависимости от толщины проушины топора, будет стремиться вот сюда. Если центр масс у нас смещается к центру древка при ударе, о какую-то поверхность, топор будет стремиться провернуться в ту или в другую сторону, там, вправо или влево, в зависимости от того, куда пошло смещение удара. И его будет стараться проворачивать в руке. Особенно, если древко имеет какую-нибудь там более округлую форму, при ударе топор будет просто проворачиваться. Его будет, еще и за счет молотка, к примеру, его будет при ударе разворачивать. Это не очень эффективно. Инерция удара и сила удара будет теряться в этом провороте. Если у нас центр масс смещен ближе к лезвию, вот сюда, и находится где-то примерно вот в этой области, то топор будет работать у нас как молоток. Он будет прилипать от удара, и его не будет стремиться проворачивать от инерции удара в конечном итоге. Такая вот у нас геометрия физика. То есть, соответственно, если вот эта проушина будет слишком толстая, вот здесь вот, каким-то образом, то, соответственно, центр масс будет стремиться у нас в сторону древка. Вот такие расчеты и такая практика навела мне вот такие вот конструкторские мысли в этом плане. Геометрия удара. Вот. Соответственно, следующая тема. Выбор палки. На текущий момент оптимальный выбор палки, на мой взгляд, это цельная древесина. Выбираю я обычную по своей вязкости, упругости и прочности. Такое дерево, как рябина. Можно также поискать, наверное, вот орешник подойдет. Вот в средней полосе он, наверное, даже более распространен. Также подойдет, если на северо-западе, то там есть такая береза узловатая, болотная, она очень прочная. Другие черемуха подойдет, другие я не пробовал. Если честно, не знаю. Вот этого набора мне обычно хватает. Весь смысл в чем? Когда заготавливаете древесину, вот у нас, допустим, какое-то дерево растет, мы выбираем его по толщине, исходя из нужной длины, допустим, 2 метра. Да, это будет у нас там 2 метра. Мы берем вершину двухметровую, чтобы у нас она была чуть толще, чем хват руки в этом месте. Примерно плюс-минус вот здесь допуск по длине, чтобы там отпилить, если что-то там криво или неаккуратно будет. Вот. И хват руки. А здесь толщина, в принципе, и так будет необходимая для заготовки. Соответственно, мы рубим ее и обрубаем сучки, и начинаем ее складировать где-нибудь в каком-нибудь не слишком сухом, не слишком холодном, ну, там примерно комнатная температура, гараж подойдет какой-нибудь, примерно на 3 месяца. Вот я примерно так заметил. Но чтобы там не сильно влажно было, чтобы она смогла как-то подзавялиться и высушиться как надо при этой температуре. Потом мы это делаем. Лучше заготавливать осенью, когда в древесине наименьшее количество влаги, когда листва уже начинает опадать. Вот. Она как раз за зиму полежит. И весной ее можно уже будет шкурать по необходимости. Опять же, шкурать нужно только тогда, когда мы уже непосредственно хотим насадить на топор или на алибарду. Соответственно, боевая часть, ну, к боевой части будет у нас вот это место, ближе к корням. Вот. Здесь мы снимаем шкуру, обрабатываем только с краев, если это необходимо. Иногда было даже необходимо, если там попалось бревно, овального какого-то сечения. А сверху, вот у нас, оно как бы вот немножко вниз было сходиться, мы срезаем вот эту часть, которая к топору пойдет. Плавно срезаем, без всяких вот таких вот переходов. Их не надо делать ни в коем случае, потому что вот этот угол, он будет очень таким непрочным. Лучше сделать это плавно. Вот так вот. Потом мы насаживаем топор, так, чтобы вот эта часть, вот эта часть выступала примерно на 2 сантиметра. Ну, может там, допустим, 2-3 сантиметра, пусть она выступает. Вот. Подгоняем его очень плотно, чтобы он туда, как бы, не надо было забивать, но чтобы он насаживался достаточно плотно. постучал палкой по полу, топор сел, и все на этом. Как бы мы снимаем обратно топор. Вот он, вот здесь вот у нас будет уже следы этого, как мы насаживали. Он где-то примерно вот так вот сядет. Вот, вот сюда вот. Вот так вот. Эта часть у нас будет наружу. Потом мы его снимаем, делаем пропил. Это можно сделать там любой пилой, только аккуратно, чтобы он был именно пепердикулярно оси, оси древка. Вот. И делаем один или два клина. То есть вот этот пропил делается крестообразно. То есть вот. Вот у нас палка. Вот так вот можно. Можно, в принципе, одним клином обойтись, но лучше сделать два, на всякий случай. О. Делаем пропилы и заготавливаем клинышки. Клинышки из твердых пород дерева. Можно, не знаю, там, хоть бук, хоть дуг взять. Без разницы. Можно и ту же рябину, в принципе, только сухую. Клин должен быть ровно вот такой формы. Даже немного вогнутый. Вот в этой части он должен быть очень острый на вершине. На острее, точнее, клина. Вот. Мы его мажем клеем. ПВА каким-нибудь влагостойким. Насаживаем топор и начинаем его забивать. Забиваем его максимально сильно, пока он не начнет разваливаться. И когда он сюда встанет, вот в эту прорезь, куда он встанет, вот. Вот эта часть, которая торчит, она раздвинется и примет такую форму, как заклепки, что ли, деревянные. Потом вот здесь вот он, когда проклеится через сутки, у вас получится достаточно надежный, не слетающий топор, который будет очень хорошо сидеть на древке. И когда, если палка подсохнет, допустим, вы там из... влаги еще потеряет сильнее, чего допускать, не рекомендуется, чтобы она не пересохла, не начала отрезкаться, то можно вбить еще один, допустим, там пропильчик какой-нибудь в этой заклепке сделать и вбить еще один клинушек, чтобы он не болтался ни в коем случае. Вот таким вот образом. Какой клей? ПВА, ПВА, влагостойкий. Самый простой, он в любом магазине продается. Можно даже момент, это без разницы. Хоть на холодную сварку посадить. Самое главное, чтобы он был вклеен. Почему вклеен? Чтобы он не вылетал и чтобы вот в этом месте была склейка и не пошла трещина вот здесь. Даже если она пойдет немножко, то вот эта склеенная часть, она будет очень надежно держаться и не позволять дальше деревяшке трескаться. Вот эта трещинка, если она здесь пойдет, это не так важно. Древко можно вот здесь вот замотать либо изолентой, либо какой-нибудь бечевкой, тоже с ПВА, с клеем. Вот, на ударной части. Так, что касается усиления древок лангетами. В принципе, можно это сделать, но это не будет давать какой-то стопроцентной гарантии того, что древко все равно не сломается. Либо оно будет слишком толстым, лангет будет слишком толстым и слишком перетяжелит ударную часть оружия. Он будет слишком тяжелый и не маневренный. Поэтому вот, если я делаю лангеты какие-то для топоров, то я, к примеру, беру две полосы, к примеру, титановые, из двухмиллиметрового титана, их формую, либо вот по такой, вот по такой вот, как бы немножко линзовидной формы. И вот они вот здесь вот на топор насаживаются и стягиваются хомутами. Их там два или три хомута, которые ни в коем случае нельзя приделывать через дерево. Они должны быть приклепаны к лангетам на заклепке и одеваться сверху просто на палку очень плотно. Если вот здесь вот будет какой-то люфт небольшой из-за того, что палка неровная, то можно тут подмотать изолентой тряпочной или чем-то еще, кожей какой-нибудь, и чтобы оно вот здесь вот не болталось и не бренчало. Но ни в коем случае нельзя сверлить. Если вы просверливаете вот здесь отверстие, то при любом ударе вот здесь вот будет создаваться точка напряжения, здесь древесина повреждена, и именно в этом месте может пойти трещина, и ревка сломается. Даже сквозь лангеты. Вот. Опять же, почему лангет не предохранит? Потому что лангет от удара, он достаточно тонкий, он порядка там полтора сантиметра шириной. Вот. Полтора сантиметра. Он в любом случае от удара алебардой он деформируется каким-то образом. К примеру, сюда удар пришел, он деформируется, и древесина вот в этом месте она все равно может сломаться. Поэтому лангет 100%, он, конечно, дает защиту от каких-то сколов, дает защиту от каких-то таких повреждений древесины поверхностных, но именно от слома он защиты не даст, особенно если сильно ударить. Допустим, вот алебарда какая-то, ну не важно, или топор, там, топор. Если вы попадаете вот этой частью самая такая, которая чаще всего ломается от места у алебарда, это вот эта вот зона. Пора алебарда, не важно. Вот эта зона. Если вы попадаете вот этой частью алебарды, допустим, по шлему, да, вот, бах, у вас вот это место, оно, вот сам топор летит дальше, а вот здесь вот получается точка излома. Он в любом случае сломается. Я уже 100-500 древок сломал так, по неопытности. Вот поэтому стараться вот этой частью нужно не попадать ни в коем случае. Это очень опасно для сохранности оружия. Для чего мотают в этом месте? Для того, чтобы если вас оплетку вот эту, даже если ее повредят, как-то прорубят, чтобы не образовалась щепа, которая будет там как-то дальше идти, и древко там, допустим, вот сюда попали, здесь появилась какая-то трещинка, и древко начало сыпаться, начала трещина, пошла дальше. Если здесь будет просто обмотка хотя бы, то это предохранится. И опять же, ремонт. Если вы получили в древко, видите, у вас скол, вы туда клея залили, обмотали как-то изолентой, или там бечевкой какой-нибудь, или кожей, все, оно у вас склеилось, даже, наверное, еще прочнее в этом месте будет. Вот, что касается технической части. Опять же, что выбрать для пятерок, для пятерок, на мой взгляд, на текущий момент, это у нас либо полуторный топор, либо там какой-то недлинный, там полтора метра, один и шесть, там примерно, если из двуручных, из тяжелых, кто любит, кто умеет бороться с ними. Вот. А так полуторный и и двуручный, не длинный, да, повторяться так. А для строевых боев, соответственно, это у нас или барда двухметровая, либо если вы в заградотряде стоите, то это полуторный, это все понятно. Для дуэлей, для дуэлей один на один, на мой взгляд, если вы, конечно, там не супергерой, который может с удара кого-то вырубить, лучше всего использовать глефу, на мой взгляд. Почему? Потому что глефа более сбалансирована, и глефы, если выбрать форму, похожую на нож или там на какое-нибудь там лезвие фальшона, и вот этот угол будет вот здесь вот не прямой, как вот на некоторых глефах делаются, он будет вот таким, вот таким вот, немного вогнутым и таким пологим. Во-первых, она более лучше сбалансирована, чем топор, потому что у нее центр массы смещен ближе к центру рукояти, и можно поставить еще какой-то противовес, тогда она будет очень сбалансирована, она очень быстрая для ударов, и во-вторых, она не застревает во время борьбы, то есть человек, захватив ее в подмышку, вы можете спокойно вытащить, даже если он упадет вместе с этой элебардой, ой, с этой, с глефой, и, соответственно, можно там как-то ее вытащить и начать и начать там, если это какой-нибудь там кубок дунжона, наносить какие-то удары уже по лежачему противнику, то есть это можно, конечно, правилами озвучено. Вот, что касается других видов, если честно, особо не разбирался, мне вот хватает от того набора, который я озвучил. Есть там различные, там, уникальные формы, там, парни из Питера, там, используют всякие, вот такие вот каркалыги. Вот. Ну, это, опять же, там, такие разновидности. Глеф, Коус, не знаю, алебард, но, не знаю, сложны в изготовлении, на мой взгляд, и особо ничем неэффективнее, чем обычная алебарда, которая гораздо дешевле, по-моему, взгляд, для производства и для новичка более понятна. Ну, хотя тут можно бить вот такой формой, с двух сторон. Не важно, там, крутится, она не крутится в руках. Так, противовес. Противовес у нас на алебарде нужен, желателен, так сказать, не обязателен, но желателен. Он делается, если алебарду снова нарисовать, противовес будет вот здесь. Он нужен для чего? Для того, чтобы можно было немножко отбалансировать, чтобы центр масс алебарды сместился сверху, немного вот сюда. Удар при этом останется достаточно сильным. Без противовеса он будет где-то вот здесь, наверное, центр масс. Зовем его М. Вот. Если мы поставим противовес, он сместится к центру древка, и противовес весит примерно около 200 грамм, наверное, плюс-минус. Он позволяет сместить центр масс, еще раз говорю, и когда вы делаете обратно удары палкой, какой-то удар, там, справа или слива, неважно, обратный, то он предохраняет, во-первых, древко, во-вторых, удар более сильный становится, по понятным причинам, опять же. Как бы и все. Можно обойтись и без него, просто намотать туда изоленту. Это предохранит, как минимум, от расщепления вот эту часть древка, которая часто трискается. Вот эта часть алибарды, она должна быть достаточно тонкой, для того, чтобы, когда вы ее держите, чтобы у вас указательный палец и большой палец, они как минимум хотя бы немного сходились. Ни в коем случае не надо делать вот такое бревно, когда у вас рука вот в таком положении. Это очень сильно влияет на хваткость алибарды и на то, насколько надежно вы ее в руках держите. Поэтому нижняя часть должна быть достаточно тонкой, а верхняя часть ее можно чуть потолще сделать, и она не так важна, потому что основная рука, которая держит алибарду, она нижняя. И вы ее держите, и если пальцы разомкнуты, то больше шанс потерять алибарду в бою. Самое главное, вот эта нижняя рука, она должна вот здесь быть очень хорошо подогнана индивидуально под кисть. Это еще из таких технических моментов. И ее можно обмотать каким-нибудь какой-нибудь тряпочной изолентой, чтобы она ни в коем случае не скользила в этом месте. Но здесь это не так важно в этой части, потому что здесь рука в более свободном положении ходит во время ударов, и можно даже в принципе отпустить алибарду. Самое главное, чтобы нижней рукой прихвате алибарды ее надежно держать. Спасибо, Сергей, что пригласил рассказать. Был рад поделиться информацией, которую он накопил за несколько лет активных изобретений топоров. Пальцы вверх ставьте вот так, ну или вот так, я не знаю, где там, что куда тыкать. Смотрите ролики у колова, он полезные вещи рассказывает. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова